МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте мы будем ценить возможность, которую Бог нам дает, слово, которое Бог нам дает, откровение, которое Бог нам дает. Давайте мы будем ценить и не принимать за должно. Самая большая ценность, что ты можешь сделать себе в жизни в этом году, работай над настроем твоего сердца. Иногда, когда Бог открывает кому-то что-то, Он задает вопрос, насколько у Него внутри хватит настроя, чтобы это дело завершить до конца. Христианство – один из мерок, зрелость в христианстве – один из главных мерок. это умение обуздывать свой язык. Гневом не дойдешь до желаемой цели. Когда я наследую благословение, когда меня ругают, я не отвечаю ругательством, я отвечаю благословением. Тогда я наследую благословением. Не увидишь благословение Божие, если не умеешь умереть. Иисус пришел на землю взять удар на Себя, чтобы мы с вами не получили этот удар. Не бойся, когда против тебя встает целое паучище, и Иисус снял удар от таких вещей для тебя. Утешаетесь вот этим? Оказывается, во Христе Иисусе Он перенес одиночество. Одиночество. Его бросили, его оставили для того, чтобы, когда такое с нами начнёт происходить, жало, острота боли убрана. Я хочу продолжать сегодня нашу тему. Если вы помните, я вам говорил, что есть три направления к теме АБВ духовной брань. Первая часть это то, что мы прошли с вами, это с кем мы воюем, кто наш враг. Операторы пытаются мне давать звук здесь, но они мне не враги. Враг это не или у меня глухой голос сегодня, или как? Да, если можно мне чуть-чуть. Вот, молодец, Саша. Вот так с людьми всегда можно менять обстоятельства. Мы с ними не воюем никогда. Скажи да, амин. Я сказал, также есть вопрос, в чем же война? О чем мы воюем? И где поле битвы? Мы первое рассмотрели в прошлый раз, а третье ресурсы, какие наши оружия, то есть с чем мы воюем, но мы входим на войну, что у нас для войны, какое наше оружие. Я попросил телевизионщики, чтобы они у них, скажите мне лево-право, только скажите, куда? Сюда или туда? И туда, и туда. Название нашей темы, я решил, ну, выключите свет на секунду, чтобы была картина виднее. Я решил название темы, чтобы мы поместили на экранах. нельзя выключить свет, да? Или так нормально? Вот я не знаю, кто будет видеть, что там находится. Вот, господин христианин во все оружие. С чем мы воюем, с кем, или с чем, какое наше оружие. Этот господин вооруженный до зубов. Ну, вам не видно, наверное, далеко. Видно, да? Этот господин, кто-нибудь его замечает, в каком костюме он находит? Он одет. обезьян. Ага, обезьян. Вот, когда я это увидел, сразу подумал, о, обезьян нашел, с чем воевать. А христиан не нашли. Поэтому наша тема сегодняшняя, с кем мы воюем. То есть, с чем? С кем мы разобрались? Мы его уже нейтрализовали. Теперь, с чем наше оружие? Точно наше оружие не как у этого господина обезьяна. Это вообще-то не обезьяна, это бабуин. Для вас это все обезьяна, но это неправда. Обезьян не умеет такое делать. Это бабуин. Наше оружие важно. И вы знаете, я тем больше я в христианстве, тем больше я понимаю, что мои инстинкты чаще всего неправы. Я начинаю понимать, что нужно учиться не полагаться на инстинктивные реакции, а чисто на Слово Божие. Одна из причин, почему я это понял, это потому, что я встретил, слышал много проповедников, христиан, которые в течение сотни лет, это много разных проповедников, разных поколений, которые подтверждают одно и то же. Настолько инстинктивная реакция по-человечески не способна победить дьявола. Не способна. И все поколения приходят, новые люди, реагируют точно так же, как предыдущие поколения, и результат тот же. Единственный метод, который работает в том, что касается духовная война, или любое дело, связанное с духовным миром, нужно идти по Божьему Слову. Скажите Амин. Поэтому мы с вами начинаем с послания к Ефицианам 6 глава, с которой мы начали в прошлый раз. К Ефицианам 6 глава с 10 стиха. Слово Божие приносит перемены в жизни человека. Скажите со мной, Слово Божие приносит что приносит? В жизни кого? Вот вы уже лучше меня знаете уже. Потому что вы что-то знали до этого, теперь вы знаете все, что я знаю, значит вы уже лучше меня. 6 глава 10 стиха. Наконец братья мои, это касается сестер тоже, укрепляйтесь Господом и могуществом сили Его. облегитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьяволских. Потому что брань наша не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века всего, против духов злобы под небесным. Это мы разбирали в прошлый раз, что дьявол организованная иерархия Он поставил против нас. Оно не настолько против нас, как таково, оно против Божьего Царства, но мы в этом тоже находимся. Дьявол не только с нами воюет, потому что вы думаете, что все эти мироправители, все эти князи, они просыпаются только с нами, дерутся. Нет. А чаще они с ангелем там имеют дело. Вот когда ангел пришел к Даниилу, они начали сражаться там, идут войны, которые мы не видим здесь даже на земле порой. С нами имеют дело вот эти демоны, дух злобы под небесный, они вот с нами имеют дело. И написано так, для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте припаясь через лаваши, но пока на это останавливаюсь, мы к этому вернемся позже. Первое написано «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Оказывается, нам нужно идти на войну, укрепляясь Господом. Это означает «Будьте укреплены через союз или объединение с Господом. Нельзя сыновья с Киева пошли сгонять бесов от человека, будучи не в союзе с Господом. И как они победили? Они победили в негативном смысле, значит, их победили, потому что они не имели союз с Богом. Заметите, что с дьяволом формули не работают, догмы не работают, привычки не работают, традиции не работают, они быстрее всего, все это уже у него в руках давно. Поэтому оно работает, наша победа над дьяволом приходит, когда мы имеем живые, продолжительные отношения с Богом. я не знаю, как я могу ударение на эти живые, продолжительные отношения с Богом сделать, потому что это ключ ко всему. Традиции не работают. Это как один епископ мне говорил, я вам уже рассказывал, сказал, брат Генри, без двадцатого века, это что в том веке, они непослушные епископов, не слушают. Они не понимают, где епископ, где пастор, где учитель, им вообще все равно. Есть вещи, есть оружие, которым они подчиняются, но в это оружие не входят традиции, чины наши там духовные сани, ничего это не значит для них вообще. Поэтому написано укрепляйтесь Господом в союзе, в соединении с Господом. Вот живые продолжительные отношения с Богом приносят нам духовную крепость, которую возможно сразу не видишь, что оно уже пришло, но побыл с Богом, пожил с Господом, пообщался с Господом, в течение времени ты начинаешь замечать, что в твою жизнь добавляется определенная духовная крепость, которая не от пищи, не от работы, не от тренажерного зала, не от друзей, оно духовное от Бога. И вам скажу правду, любое служение растет, укрепляется именно от этого союза, приходит крепость любому человеку служению, когда есть постоянные отношения с Богом. И тогда крепость его приходит. Это же местописание можно было сказать так, черепайте вашу силу от него через ваше постоянное вхождение с Богом. Вы знаете, как черепать, как воду. То есть я соединен с Богом, в этом соединении могу черепать много силы. А как я могу знать, что я получил силу или могущество? Потому что вещи, которые пугали меня, перестают меня пугать. Вещи, которые раньше доминировали меня, перестают доминировать. Вещи, которые раньше были для меня невозможны, теперь возможны. Если раньше стоять на восьмом этаже, смотри, через балкон, я терял сознание от этого, а за то, что Бог создал. То есть крепость пришла. Значит, я теперь умею, если раньше я встречал на улице Машу, и когда я ее вижу, я теряю сознание от гнева и ярости, и ненависти, а теперь я ее вижу, и вообще нет ни гнева, ни ярости, ничего. Значит, крепость пришла. Скажи да, амин. Не говорите мне, что я уже крепкий, ты также реагируешь на некоторых людей, как реагировал раньше. Значит, крепость еще и нет. Когда подруга, который подруга трогать не надо. Когда кого будем трогать, подскажите. Кого? Кого мы будем трогать? У вас совет получить нельзя. Это еще раз подтверждение, что нужно только от Господа. Но не от вас. когда мимо тебя проходит человек, который обманул тебя деньгами. И он, вы знаете, я помню, один господин, я слышал такую историю. Он украл деньги у кого-то, 20 тысяч долларов, он исчез. Но эти деньги начал он использовать в бизнес, потом заработал много, 150, 500 тысяч долларов, появились, купил новый Мерседес, 600. И конечно же, через три года появился и сказал, извини, я у тебя около 20 тысяч долларов, ему вернул назад. А сам этим деньгам заработал вот столько. И вот он говорит, пастор Генри хотел на него прыгнуть, ду щит, вырвать у него горло, чтобы он потом я подумал, а я Божье дитё, зачем? Он сказал, потом мыслит, нет, надо убить, и попаду в тюрьму, и там буду евангелизировать. И вот такой выход был. Создам церковь в тюрьме. Потом он говорит, нет, лучше создам церковь вне тюрьмы. Это более эффективно. И короче, он говорит, я так боролся, и он говорит, я понял, что дьявол пытался меня ударить, а мой внутренний человек противостоял. Нет, нельзя, не буду, это не Божье, это не свобода. И он сказал, я взял двадцать, обнял его, и сказал, благословляю тебя, и отпустил. Значит, крепость появилась. И поэтому заметите, что крепость приходит только от Бога. Скажите амин. номер два. Халлелуя. Важно, чтобы мы с вами были людьми, которые крепки к Господу. Второе написано, облекитесь во все оружие Божие. Это означает одевайтесь. Это надо одевать как одеяние. Но не надо одеваться одежде, которая дается неизвестно кем, а нужно одеться во все оружия Божие. Раз уговорится, что есть такие оружия Божие, им надо одеться. Значит, есть много других оружий, которые предлагаются красивые, хорошие, привлекательные, но они не Божие. Если они не Божие, они не способны нейтрализовать дьявола и все, что он планирует. Заметите, только оружие Божие способны нейтрализовать силу тьмы. Не любые оружия, а только Божие. И поэтому здесь говорится, облекитесь во все оружия Божие, то есть одевайтесь, дабы вам можно было стать против козни дьявола. Нет, давайте я прочту, чтобы почитать, как правильно на самом деле написано. Для всего возьмите все оружие Божие, дабы вы могли противостать. То есть Бог говорит, есть гарантия, если ты оденешь это оружие, ты сможешь противостать успешно, без сомнения. то есть как только оденешь оружие Божие победить дьявола не вопрос смогу ли уже не так стоит вопрос как только все оружие Божие одеты вопрос в том где он дьявол. Скажи даме написано чтобы вы 14 стих 13 дабы вы могли противостать где где он находится я его потерял тут так дабы вы могли противостать в день злой и заметьте что мы сможем 16 стих которым вы сможете заметьте сможете это я действую я могу много действий сделать но если они одеты оружием Божьим мои действия не дадут результат а христиане у них такая проблема что часто они любят заниматься христианскими занятиями которые не обязательно дадут что-либо а почему они занимаются христианскими занятиями потому что все церкви это делают все христиане это делают в книгах написано результат от них большой нол как мой учитель в первом классе ставил нол однажды и с ушками с ушами меня поставил чтобы я понял что я обленился она знала что я могу лучше скажи амин а я принял решение когда-то что Господь я не хочу заниматься христианскими занятиями потому что все пастора делают все церкви делают книгах написано а результат от этого никакого зачем мое драгоценное время зачем так как я часто говорю что сидеть за рулем но ехать не туда куда я хочу какой-то голос диктует все время мы не живем ради других людей только прежде всего исполни волю Божию о тебе скажи амин и когда ты занят угодить всему миру ты делаешь большого вреда себе и Божьего плана для тебя ты разрушаешь поэтому заметите мы с вами призваны угодить Господу скажи амин а при этом же конечно ну что могут кто-то может не нравится поэтому написано облекитесь одевайтесь тогда ты сможешь успешно стать против всех притом козни дьявола а это слово козни которое у вас в синодалном переводе оно означает стратегии дьявола обмани дьявола когда дьявол идет против нас эти козни это какие-то стратегии планы обмани которые он носит с собой и бросают людям чтобы путать их а эти обмани эти стратегии дьявола они это законченный ход не знаю кто-нибудь из вас играет в шахматы или нет есть тут люди которые когда-либо видели шахматную доску в шахматы когда ты новичок ты просто играешь по правилам но люди которые в этом давно у них есть некоторые ходи которые заранее изучены вы понимаете это не просто там я двигаюсь а это определенные комбинации которые давно известны а если ты новичок ты не в курсе что за комбинации тебя поражают через полтора минуты не потому что ты глупый просто ты не знаешь эти комбинации давно они давние если эта комбинация не сработала нужна эта комбинация забудем шахматы вам неинтересно я вижу давайте возьмем футбол знаете ли вы что футбол не играет просто бить мяч куда-нибудь есть определенные комбинации для нас с вами зелоние в этом деле мы смотрим думаем просто что они бегут вперед а на самом деле их тренер недоволен комбинацию нарушил вот есть комбинацию конечно бывали комбинации буксуют я помню видел господина который бил штрафной по-моему в эмиратах он бежал 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 и повернулся и бил мячик так и забил гол но не не засчитали потому что сначала подумали это закон или незаконно повернуться и так бить мячик и немножко так не сработал этот комбинацию вот заметите у дьявола есть комбинации свои которые он уже использует на человечество много тысяч лет эти комбинации у него они заранее обдуманы смотрите в каком плохом положении мы стоим мы новички на этой земле живем один раз и мы не знаем какие бывали комбинации и мы попадаемся в комбинации и мы пытаемся обдумывать как выйдет из положения а он шесть тысяч лет эти комбинации играет каждый день мы прямо в таком жалком положении но единственный выход одевай все оружие Божие тогда все комбинации шеститысячной давности успешным против тебя не будут скажи амин не мудро весьма глупо пытаться победить дьявола своими человеческими комбинациями он в этом деле давно он знает как кого ударить единственная наша защита одевай все оружие Божие зачем дабы вам можно было стать против козни дьявол имеется ввиду если мы не одели все оружие Божие мы можем хотеть стать против козни дьявол но и не получится хотя мы хотим у вас в жизни было когда-нибудь что вы что-то хотите но не получается я часто смотрю на футболистов так ему хочется бежать быстрее кого-то не получается как-никак бежит быстрее чем он хотел хочу но не получается и поэтому чтобы это получилось нужно одеть все оружие Божие помните козни дьяволские это его стратегии это его обманы знаете я помню раньше давно давно это я слышал историю одного пастора очень призван большое призвание на этого пастора было помазание огромное вообще дьявол когда увидел аж он запугался что этот пастор разручит много чего в его царстве ну вот а этот пастор он себе купил машину они едут на собрание и они начали ссориться и дьявол понравился вот эта идея что вот они ссорятся и он начал подогревать эти ссори и эти ссори дьявол так сделал чтобы если например она что-то забыла сделать или он забыл что-то что-то обещал они всегда вспоминали на пути в церковь до этого никто все хорошо как только сидят едут на собрание вспоминают а то же я тебя просил ты сделал нет а то же я просил ты сделал нет а ты же тоже не делай чего я должен делать а почему драки в машине и он приходит на собрание и люди говорят мы знаем нашего пастора он вроде призван помазан но когда он на собрание у него ничего нет не присутствует Божия ни проповедь ни откровения ничего и он тоже запереживал дьявол нашел маленькие стратегии глупенькое как будто ссоре в автомобиле все это достаточно чтобы нейтрализовать этого пастора жена добиваются свое муж добивается свой и пастора страдает это же не пастора дрался с женой это муж с женой своей а призвание начал теряться и потом пастор начал думать так куда же помазание исчезает и он начал искать он сначала постился что там Дух злобы под небесными воорует у него помазание потом начал воевать против мироправителей века сего Потом он начал сражаться против, короче, начальства и властей. Он начал там сорокадневные пости и молитвы. И действительно, когда он заканчивает молиться, он такое помазание в субботу, вечером просыпается в воскресенье, он такое помазание, что он на пути подрались, и нет. Сколько дьяволу надо было работать, чтобы забрать помазание на него? Ничего, маленькая стратегия. И пастор потом подумал, а-а-а, он подумал, наверное, жена со мной в машине равняется помазание сезаря. А ну как вот это сопоставлять? И он решил экспериментировать. И, между прочим, был очень хороший эксперимент. Он купил вторую машину. И жена была в восторге. И вот он подумал, она в восторге? Я пришел на собрание. И помазание есть. Значит, жена в восторге, равняется помазание есть. Но почти так, но не до конца. Просто они перестали на дороге драться. А как можно было это аннулировать? Мы позже придем к этому. Если оружие, которое Бог нам дал, называется плод Духа, оно бы это все нейтрализовал козни дьявола сразу. Но мы к этому придем. Это не сегодня. Заметите, что у дьявола стратегии. Скажите стратегии. Я помню, однажды я сижу себе в офисе, расстроен, не помню о чем. Я обнаружил, что на этой земле нет ни одного человека, который просыпается и мыслит, как расстроить Генри Мадава. Я такого не нашел. На этой земле нет ни одного. Но есть дьявол, который побуждает людей к этому. Вы понимаете, да? А люди без дьявола, они вообще хорошие. Всех, кого я встретил на этой земле, супер, хорошие, прекрасные люди. Абсолютно все. Даже если они выглядят глупыми, не они глупые. Это дьявол принес глупую в свою жизнь. Все люди на земле прекрасные. Но дьявол ищет через кого? Вот я помню, сижу расстроенный. Сижу там, ну как можно? Я вообще целый день какой-то на дути был. И день закончился. Следующий день сижу и вспоминаю, что у меня была огромная ответственность, которую Бог мне сказал, которую я должен был делать вчера. Но вчера я был расстроен на дути и даже не вспомнил. И пропустил большое дело. Оказывается, это был прием дьявола. Он бросил эту стратегию специально. Подошел к тому, чтобы тот меня расстроил, и тот расстроил, и тот расстроил. И три расстройства за день. Я занят. Как люди могут так со мною? И пока я с людьми занят, пропустил главное дело дня. Четкая, шеститысячелетная стратегия. И поэтому, что Бог говорит, если гнев пришел, не гневайтесь до захода солнца. По-другому. Не держи гнев долго. Это дьявольская стратегия. Он что-то ворует в это время, пока ты во гневе. Пока ты подозреваешь весь мир, обзывайте все, кого можно. Дьявол в это время ворует у тебя очень много. Поэтому, облекитесь все оружием Божьим. Скажи да, аминь. И вот поэтому здесь написано, тогда сможешь. Только Божье оружие. Второе Коринфянам, 10 глава. Второе Коринфянам, 10 глава. Написано весьма интересные слова с третьего стиха. Второе, последнее Коринфянам, 10 глава. Я специально там медленно прохожу. Это А, Б, В духовная брань. Понимаете, это не глубина самая, но хотя бы А, Б, В. Вот новые, самые поверхностные, чтобы мы с вами, как церковь, знали, как иметь дело с врагом. Но хотя бы А, Б, В у нас поставлено на место. Второе Коринфянам, 10 глава, с третьего стиха. Халлилуйя. Кто-нибудь еще… Вы нашли Второе Коринфянам? Вы не нашли Второе Коринфянам? Ага. Вы иногда попугайно отвечаете, да. Второе Коринфянам уже давно нашли? Раньше, чем я пришел на собрание. У вас так интересно все бывает. Второе Коринфянам, 10 глава, третий стих. Халлилуйя. Скажите со мной, все люди на земле? Скажи, абсолютно все. Хорошие, прекрасные, великолепные. Скажи, все абсолютно. Это надо запомнить. Даже если он украл твой кошелек перед собранием, помните, что он вообще-то без дьявола очень хорош. Он обманут где-то, но он хорош. И вот что, если ты начнешь с ним воевать, и дьявол тебя тоже поймал. И его поймал, теперь и тебя. Ты остаешься свободным, пока ты не воюешь с человеком. Как только начнешь с человеком воевать, и ты пойман. Так, уже два узника. Вы, наверное, видели, как узники дерутся? Это ужасно. Ну ладно. Второе Коринфянам, 10 глава. С третьего стиха. «Ибо мы, хотя ходим во плоти, мы живем на земле, ходим, не по плоти воинствуем. Поэтому мы не реагируем на желание плоти, на подозрение плоти, на крики плоти, когда касается духовной войны. Потому что все, что начинается с плоти, не дает ничего». Скажи «да, аминь». Я видел в Зимбабве один пророк, пророк в кавычках. Там была когда женщина, и все люди в деревне говорили, что она колдунья, она колдунья. И он тоже. И вот однажды он пришел, говорит, «О, так говорит Господь, ты колдунья». И поэтому я... А я знал, что... Я подумал, не может быть, что это пророк говорит правду. Потому что, даже если это дух какой-то говорит, да, это не дух святой, потому что ненависть этого пророка к этой женщине все знали. Кто знает, что наши эмоции могут привлечь дьявола? Кто-нибудь знает? Вы знаете, что дьявол говорит? Написано в Библии такие слова, очень интересно. Написано, когда дух нечистый, выходит из человека. Ходит по местам. То есть он ходит, ищет место покоя. Там написано так. Ходит, ходит, ходит. Не на шоу, говорит. Я пойду, говорит. Представляете? Оказывается, Библии способен говорить. Я пойду. И поэтому многие люди углубляются в обман дьявола. Опять стратегии с шеститысячных лет. Они по плоти пытаются смешивать духовную войну, будучи движимы, плотскими, какими-то негативными вещами, и на базе этого пытаются воевать, молиться, поститься, и это как будто какое-то их высасывает в это дьяволское, я не знаю, как это назвать, глубже и глубже и глубже. Хочешь духовно воевать, сначала избавиться от всех этих негативных мыслей по отношению к другим людям. Поэтому Библия говорит, когда вы станете молиться, прошаете, как Бог простил вас. Мне очень понравилось, как сказал один человек, он спросил проповедника, почему так Бог много меня простил? Он говорит, зачем Бог мне дал столько много прощения. Он сказал, зачем? Зачем? А чтобы ты раздал его. Ходи и раздавай прощение везде. Прошаю, 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 прошаю. Знаете, почему это полезно? Потому что 99% людей, на кого ты обижен, они вообще ни при чем. вообще не при чем. Ну, ладно, мы в духовной войне. Потому что одна из главных проблем, это вот эти разные утверждения в разуме человека. Мы к этому подойдем позже. И вот поэтому написано здесь, хотя мы ходим по плоти, хотя мы ходим во плоти, вернее, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, не как у этого господина, который мы видели в начале проповеди. Они не плотские, но они сильнее кем? Богом. Они не сильнее гневом, они не сильнее деньгами, они не сильнее знакомством, они не сильнее эмоциями, они не сильнее ничем, то есть сила их только Господом Богом. Они не сильнее от желания мстить, они не сильнее от... Нет, 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 они сильнее только Господом Богом. Скажи да, аминь. Поэтому если мне тяжело в чем-то, и я хочу сражаться меня на обстоятельство, кому надо бежать? К Господу Богу. Скажи да, аминь. Когда мне тяжело на душе, вообще плачет, кровоточит моя душа, куда надо бежать? К Господу Богу. Потому что любой эффект в войне сработает только при одном условии. Это оружие сильны Богом. Давайте по-другому скажу. это означает, если нету рядом Бога, это оружие не работает. Ноль. Попробуйте селить Баунова, когда рядом Бога нет. Можно возлагать на него руки сто раз на секунду и ничего нет. Почему? Сильнее кем Богом. И поэтому вопрос исправить свою внутренность, чтобы уйти из любого плотского, то ли мышления, то ли неважно, что мы плотское, супер важно. Потому что мы ходим во плоти, наружие нашего инсувания не плотские. Они сильны Богом. И поэтому тут написано сильны Богом. На что? Смотрите, куда действия эти оружия направлены. Вы знаете, как я думал раньше, сильны Богом, на уничтожение болезней, нищеты. Нет. Первый, куда бьют эти оружия Божьи, первый, куда они бьют. И Бог считает, что эти удары это разрушение силы тьмы. Смотрите, куда они бьют первые. Читаю 10 глава 2 Коринфянам. Так восхищался, закрыл страницу. Написано вот что. Они сильны Богом. Первое, на разрушение твердения. Два, и мы не спровергаем замысли. Три, и всякое превозношение в остающем против познания Божия. Четыре, и пленяем всякое помышление послушание Христу и готов наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Ни один бест тут не упоминается. Вы знаете, что я ожидал? Что, когда оружие Божие приходит, первым делом стреляет на демонов, их побьют налево-направо, они летают, как в фильме, халявудовские фильмы, вы знаете, как? А первые, на что направлено все оружие Божие, я удивился. Первые, они направлены на твердение, замысли, помышления. Как? А как же насчет демонов? А как же насчет бесов? А как же насчет дух религии? Как же насчет... Не-не-не-не. Первые, кого мы бьем тверденье, разрушаем замысли. Вы знаете, когда я это увидел, а я подумал, а-а-а, наверное, Бог считает, если аннулировать эти четыре господа, дьявол теряет к вам доступ и место. и порой мы воюем против дьявола, когда все, что надо, это убрать твердение из твоей жизни. убрал твердение, и дьявол потерял силу. Мы можем сгонять его, но из твердения твоей на месте, он уйдет по безводным местам, не нашел места, скажет, вернусь в мой дом. Вы знаете, что дьявол он очень, очень, он законник, он считает тебя твой дом. Представляете, какое кошунство, дьявол считает тебя своим домом. Слушайте, внимательно, как написано в Библии, что он сказал, верну свой дом. Это не его дом, потому что, во-первых, его уже выгнали оттуда, поэтому он не ушел. Оказывается, когда дьявол уходит из твоей жизни, он думает все равно, что ты его дом. И постоянное возвращение в этот дом, проверять, уточнять, не заканчивается. Поэтому тебе нужно эти твердения, замысли, убрать, чтобы когда придет дьявол, он не найдет доступ. Скажи «Аминь». Давайте пройдемся по этим твердинам немножечко. Значит, хотя мы ходим во плоти, но наше оружие, мы не воюем по плоти. Оружия наши, они не плотские, означая, они не физические, они не кровь и плоти. но они сильны Богом или они великие Богом. Имеется ввиду, они имеют Божию силу. Давайте я попробую это объясню. У нас есть дамба возле Киева или нет? Значит, вы знаете, что такое дамба. Раскопление води, в основном дамбы, они человек созданы, поэтому много ЧП они создают часто. Вот дамбы обычно ради электроэнергии их создают. И поэтому потом трубины какие-то создают, и вода с большим напором там падает, крутит турбины, и там потом создаются энергии, электроэнергии. Вам эта подробность не нужна, вам сто лет не надо, но вот только знать это. И вот смотрите, если там трубы, через которые вода течет, если я сделаю трубу меньше, течет меньше вода, сделаю трубу больше, течет больше вода. Оружие Божие, которое в тебе, они сильны Богом, черепают силу от Бога. Чем больше с Богом ты связан, тем больше силы у них, тем меньше, тем меньше силы у них, но они у тебя есть. О, я не знаю, вы меня не поняли, но дайте знать как-то. Улебнитесь, кричите, кувыркаетесь, но как-нибудь я должен видеть, что вы поняли. Кто-нибудь понял? То есть ты можешь иметь столько Божьего в твоей жизни, сколько ты позволишь. И ты можешь сколько меньше, сколько ты ограничиваешь. Поэтому Бог говорит, израильский народ, они ограничили святого Израиля. Можно его ограничить, а мы не будем ограничиваться. Скажи да, амин. И вот дальше говорится, эти оружия, что они делают? первое. Ими мы разрушаем или не сприварг не сприв вергаем. Как это понятно? Кто-нибудь был, жил в Советском, все остальные родились после Советского Союза, а кто-нибудь родился до распада Советского Союза, а кто не соображал, лево и право, где находится, лево и право, кто помнит как распала Советский Союз, была ГКЧП, помните да, а кто его сделал, как их зовут, вы уже не помните, вы в Китае были в это время на покупке, не, тогда в Китай не ездили, ездили в Турцию, что они сделали, что такое, они сделали пучу, вы помните да, пуча была, когда первый президент СССР Михаил Сергеевич был в Фаросе на Овадихе, а где находится Фарос, кто-нибудь знает, где это, в Украине он был, ну ладно, так что Украина знаменитая, он был в Фаросе и они захватили власть, они его, он президент, они его свергнули, хотели вернее свергнуть из власти, при знаменитой фотографии, краевцы стоит на танке, в Москве и кричит, машет рукой, кто-нибудь помнит, вы вообще ничего не помните, что за танк был, видите, не знаю, я не знаю, как вас поймать, ну ладно, они свергнули его, теперь слушайте, оружие Божие, которое нам дали, это для того, чтобы свергнуть, потому что мы с вами чуть-чуть опоздали, когда человек рождается, он рождается во грехе уже и растет во грехе и эти твердения в нем формируются с рождения. Мы не можем защитить от них, но мы можем, нам нужно создать духовную пучу, не имея ввиду государственной переворот, я имею ввиду духовную эти снять с власти твердыни, замысли и так дальше. Некоторые из вас, ваша пуча длится дольше, чем надо. На троне сидят такие твердыни, что давно уже было пора их свергнуть, но до сих пор они сидят. Первое, кого надо свергнуть с власти твоей жизни, когда мы это оружие, что они делают? Написано в русской Библии твердыни. Это мысли, идеи, который застоялся так долго, что они стали твердые в твоей жизни. И притом они не Божьи и ничего общего с Богом, их надо уничтожить. потому что если мы их не убрали, придешь на собрание, пастор Генри будет проповедовать, будешь радоваться, выходят из собрания, эти твердыни, не проповедь пастора Генри, а твердыни будут диктовать тебе, что делать в жизни. Да, проповедь может запоминаться тебе сильно, заметите, что действительно эти твердыни надо убрать. Мы с вами в прошлый раз обнаружили, что самое мощное оружие, которое мы имеем победить дьявола, называется Евангелие. Скажите Слово Божие, скажите Евангелие. Зачем пастор Генри в четверг тебе учишь, лучше приди на собрание, возложи на нас руки, мы будем сваливаться в духе и смеяться и с яйца буду делать все время я вам причиняю вред. Твердыни не уйдут. Поэтому нам нужно учить Слово Божье, чтобы снимать, убрать, не спровергать эти твердыни. Какое откровение вам пришло, твердина падает. Какое откровение пришло, твердина падает. Важно. Поэтому церковь должно быть место, где Слово Божие проповедуется, учат. Не просто люди пришли, поплакали, ушли, и они не способны сражаться ни с чем. Они не способны влиять для Божьего Царства. Люди, эмоции. Так в церкви не должно быть. Мы должны быть научены, знаем, понимаем, и мы знаем, как разобраться с дьяволом, если мы его встретим в ком-то где-то. Скажи да, аминь. Я устаю, слышали христианин, которые говорят, пастор, мой сосед колдун, не могу спать дома еще две недели. не можешь спать две недели, да, почему? Сосед колдун. Что за смех такой? Это же унижение Иисуса, вы понимаете? Вы имеете в виду, что колдун сильнее Иисуса, который в тебе? Не знаю, он очень сильный, прямо в Индии был. В Индии он был. Это вообще какой-то смех большой. И они называют себя христианами при этом. Это не потому, что они не христиане, тверденье в них еще живут. Они напуганы были, были еще неверующим, напуганы были колдунами, и они уже верующие, но это напуганность никуда не делалось. Живем себе как дома в отпуске. Мы должны менять их. Неприятное домашнее задание. Придя домой и садись, где никого нет, и посмотри, что было у тебя до покаяния. Тверди, никакие в одной табличке, и в второй табличке напиши, что еще осталось. Некоторые вещи ушли на 40%, некоторые на 50%, некоторые на 10%. Но заметите, что нам дается оружие, чтобы твердень убрать. Второе, что нужно убрать, опять же, Бог не говорит, ударь на демонов, на контролирующий город демонов, не, это позже. Второе, замысли. А замысли означают теории разные, дьяволские, взгляды и утверждения, которые не в согласии с Богом. Это теории, взгляды и утверждения. Вы знаете, когда я читал Библию, я, когда я покаялся, я молодец, я читал много книг Кентахегина, это мне очень много помогло. Для новооброшенного книги Кентахегина это просто супер. Молитва, вера, я выучил наизусть. Хотя эти книги очень хорошие, но дошло до того, что я не читал Библию, чтобы получить истинную Библию. Не, мне уже истинной Библии не надо было. Мне надо было найти книгу Кентахегина в Библии. Если я нахожу какой-то стих, который не подтверждает Кентахегина, этот стих для меня в Библии его и нет. Вы понимаете меня или нет? Что у меня было? Уже не слово Божие мне надо было. Мне надо было определенное теории, взгляд, который я получил, защищать мой взгляд. Есть такая церковь называется Церковь Божия. Вы когда-нибудь слышали про Церковь Божия? В Америке есть такая Церковь Божия. И вот когда основатель Церковь Божия умер, его два сына поругались насчет руководства Церкви и разделили. И стала Церковь Божия и Церковь Божия пророчества. Это одна церковь, которую два брата разделили между собой. И когда разделили, писали новые песни, чтобы отличаться. И одна из песен, которые пели в Церкви Божией, это была такая песня Церковь Божия права Аллилуйя. Церковь Божия права Аллилуйя. Вы представляете? У прославления было помазано. Что вы пели? Церковь Божия права Аллилуйя. Они думали, они в духе. слава Богу, у нас в Украине такого нет. Как бы вы хотели петь такую песню? Церковь победа права Аллилуйя. Но они отсложили. Это был Курсед Бенихина, по-моему. И какой-то человек исцелился. Его спрашивают, вы откуда? Скажите, какой Церковь Божия? И он хотел показать, что ноги уже не болят. И поэтому ребята Бенихина начали играть какую-то песню. А он пытается танцевать. Стив Брок, один из певцов Бенихина, он тоже из Церкви Божьей. Бенихин говорит, ты можешь петь что-нибудь из Церкви Божьей? И он начал, Церковь Божьей права Алли. И этот мужчина ожил, так затанцевал, так аж слозы на глазах. И смотрю, вот это это значит целая Церковь создалась определенная в войне друг против друга создалась определенная теория. Замыслили теория идей, утверждения, которые создались. А это дьявол использует, чтобы держать нас в рабстве. Скажи дьявол. мне кажется эта песня вам так понравилась. Церковь Божьей права. Нет, зачем Церковь Божьей нам нужна. Вы представляете, вы знаете, мы блаженны? Что Бог нам дало откровение, что это глупость нам сто лет не нужно. Мы бы сейчас ходили по другим церквям петь песни. Церковь Победа права, Аллилуйя. А та церковь не права, Аллилуйя. Иногда когда слушают, что происходит в теле Христовом, хочется смеяться на две недели и не останавливаться. Вот второе, что Бог убирает. Он говорит, эти теории, взгляды, утверждения. Когда мы с вами пришли к Богу, у каждого из нас море теории, твердений, утверждения, которые создались в детстве, в семье, на работе, среди крутых друзей наших в университете, у нас полно теории, всякие разные утверждения, которые надо убрать. Они являются главной проблемой. Вот поэтому Библия говорит, не сообразуйтесь этим веком вообще ни в чем, преобразуйтесь чем? Обновлением ума вашего. Когда это произойдет, тогда вы познаете какую волю Божию, то есть как будто перед вами была барьера в познании воли Божией, которая была все время, яркая, как солнце, тебе ночь. Где солнце? Вот солнце, не вижу, потому что твердень, замысли, много, убери, и сразу, ой, а чего вдруг солнце появилось? Она была все время. А вот утвержденность, теории разные не давали тебе. Большинство людей в этом мире не принимают Иисуса, не потому что Он отвратителен, нет, у них теории, утверждения, которые против идеи Иисуса Христа, и они защищают теории, это не потому что Иисус плохой, просто затвердившись какие-то разные взгляды. И вот написано там замысли, третье, всякое превозношение, это гордые, высокомерные мысли, которые против истинного познания Бога. Это третий подход, дьявол берет людей в рабство. Он дает познание, которое не очень Божие, при том оно гордое, высокомерное. Не потому что Иисус отвратителен, но эти высокомерные гордые взгляды не дают доступ истины Божьей в сердце. Мне очень нравится четвертое. Прочту, чтобы было понятно. Написано так, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Знаете, как я раньше читал это местописание? Я думал, помышление это порция чего-то. И вот мы его пленяем, забрали в кармане, выбросили мусорный, когда мы отошли. Нет, не об этом речь идет. Там говорится, оно означает вот следующее, мы пленяем или берем плен помышление и ведем его к помышлению послушанной Иисусу Христу. Помышление это процесс, который сейчас происходит. Так, смотрите на меня. Вы сейчас помыслили что-нибудь? Ну, конечно же, вы помыслили, как это нет? Вы посмотрели, пастор гене с микрофоном, который с левой стороны. Вы так помыслили, наверное, надеюсь. не обозначен. Я помыслили, не обозначен. направления. Например, есть люди, которые хронически подозрительны. Все, что они мыслят, они только подозревают другие люди все время. Если ребенок пришел и сказал, доброе утро, папа, подозрение его сразу включается. Наверное, он украл что-то. Наверное, он хочет. Наверное, это его метод мышления. Вы понимаете меня или нет? Если какой-то человек улыбнулся, уже началось, видишь, улыбка. Это ход мышления. И Бог говорит, нужно это взять в плен и поменять, и дать мышление, которое послушно никому? Христу. Это не порция мысли дать человеку. Это процесс менять, процесс. Непонятно. Вот если я сел за рулем, еду в Минск, и это мышление не угодно на Бога. Зачем нам так унижать в Минск? Если я сижу в машине, еду в Чернобыль, в Припять. И думаю, что я еду в Улман. Еду в Улман или в Белую церковь. А я на Припять еду. И говорит, стоп. Что случилось? Вы не туда едете. Куда вы едете? Белую церковь. У меня осталось 30 километров от Белой церкви. Нет, Господи. Это Иван. Как Иванков, да? И вы едете в Припять вообще-то. Как в Припять? Не может быть. Еду в Улман. Вот так некоторые христиане делают. И поэтому Бог говорит, нужно взять в плен, остановиться, заставить, направить машину в другую сторону и сказать, ваше направление туда. И отпускать его. Пусть дальше едет. Но только уже в правильное направление. Бог нигде не хочет, чтобы мы людям дали порцию мысли, чтобы они перестали мыслить самостоятельно. Люди должны дальше мыслить самостоятельно. Мы призваны не дать им порции мысли. Это называется уничтожить человека. Нужно дать им направление. Пленять в послушании Христу. И когда мы поняли, что человек пришел в послушание Христу, мы его отпустили. Вот поэтому Евангелие от Матфея, Библия говорит, идите по всему миру, не проповедуйте Евангелие вообще-то. В Матфея написано, идите научите все народы. Это для Бога важно. Когда мы учим, мы пленяем мышление, которое непослушно Христу. И мы его направляем в правильное русло. Яркий пример. Кто помнит себя лет 15 тому назад? Приблизительно. Не надо слишком глубоко, чтобы начать плакать. Вы помните ваш ход мышления, какие были? Есть разница между ход мышления тогда и ход мышления сейчас. Это значит, все время пленяли, сколько смогли, и направляли вас в помышление Христу. Скажите аминь. Вот оказывается, не мысли нужно порции мысли менять. Нужен ход весь. И мы пленяем этот ход мышления, чтобы это всякое помышление, оно пришло в послушание Христу. Если ты можешь пленять свои мысли, чтобы ты начал процесс мыслить по-божьему, ты победил большую победу в духовной войне. Огромная победа. Потому что, поверьте мне, братья и сестры, то, что мы только что перечислили, главное, все демонические действия, они связаны именно с этим. Демоны не приходят там прийти, заставить себя. Нет. Вот эти магистрали, по которым они приходят. Потому что, если мы их закрыли, мы и свободны. Скажите аминь. Ой, слава Богу. Давайте возвращаемся к официанам 6 глава. Мы застряли на этой твердине. Теперь продолжаем, шагаем дальше. Халлилуйя. 6 глава послана к официанам. Слава Богу, слава Богу. Кто улыбнулся сегодня хоть один раз? А на собрание? А в течение дня? Ого. Вам скажу, радость, да? Это большая победа в жизни. Просто радоваться. Просто улыбаться. Сказать, ха-ха-ха. Это большая победа. Аминь. Ой, ой, ой. К официанам 6 глава 13 стиха. По 18. Ну, столько, сколько успеем на сегодня. Если успеем, в следующий раз продолжим. Для всего примите все оружие Божие. Мы продолжаем оружие наше. Дабы вы могли предвосстать в день злой. А все преодолев, устоят. Итак, встаньте припаясь в чресла ваши истиной и облегчись бронью праведность. И обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возмедящий двери, которым возможно те угасить все расколонии стрели лукавого. И шлем спасения. Возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прощением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. По 18 стих. Мне очень нравится. Я это назову, эта часть, война за себя. Потому что, по словам Кефсианам, шестая глава, это не война за ребенка, это за себя. Чтобы, как написано здесь, чтобы в день злой, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять, оказывается, есть некоторые войны, которые нужны за себя. Некоторые люди настолько живут в саможалости, что им лучше умереть, чем самые сражаться за себя. За меня никто не воюет, меня никто не любит. Аж и умирают в этом состоянии. Никто не любит, да. Никто не защищает, нет. Тогда закатай рукава и вперед. Дьявол, это моя жизнь. Скажи да, амин. О, я подожду еще с этим раком две недели, может быть, как-то пастор ко мне подойдет. А я могу не подойти. Могу подойти в день похороны, но это разве лучше? Поэтому лучше надо сражаться. Скажи, моя жизнь, скажи, это самый большой подарок от Бога мне. Я хочу, чтобы вы знали, что твоя жизнь тебе от Бога подарок больше всего. Потерял жизнь, все остальные подарки и миллион долларов и мужа, и жену, и детей, и все поросяти, которые у вас дома, все теряют смысл. Твоя жизнь самый большой подарок тебе от Бога. И ни в коем случае нельзя тратить ее впустую. Скажи да, аминь. Человек, который не хочет сражаться за себя, мы можем поститься за него, изгонять из него, но если он не хочет, все наши попытки, знаете, мы как родственники, нам будет тяжело, мы будем плакать, ряда, но если человек не хочет, мы ничего с этим не сможем. Если получится успеть, надо успеть, пока человек не сломан внутри, раньше, чем сломался, но если он не хочет, главное воин за тебя, тем оружием Божием это ты. Главный телохранитель твоей жизни, кто может догадываться, кто? Главный защитник с теми оружиями, которые Бог дал тебе в твоей жизни, кто главный защитник? Ты. Да, с Божьей помощью, с оружием и Божьими, но жизнь твоя. Если бы сейчас бомба когда бросилась здесь, первый, каждый бы спасал себя, только после мы бы сказали, а кто еще есть? Скажи да, амин. Хотя однажды я ехал на дороге и резко затормозил, остановил машину. У меня по-моему в школе вывозил детей в школу, Мириам и Джоник и резко остановился. И я удивился, как быстро моя правая рука бегом защитит, потому что Мириам сидела так себе расслаблен. Они спят утром, когда я иду в школу, и я резко на тормоз, я даже не думал, что вот сейчас резко может ребенок удариться. У меня времени думать не было. Я так поздравил своей руке, и я пошел почистил ее в честь руки, потому что рука за долг секунду сразу остановился, и ребенок ударился у меня рукой. Даже не думал, оно просто само, автоматически. И я остановил машину. Но дарится об сиденье, ничего страшного. Мужчина. Но при всем этом, при всем этом, мы защищаем себя прежде всего. Поэтому есть духовная война за себя. И первое, что там надо, написано «Станьте припоясов». Правильно я назвал это? О, за себя воюю еще правильно. «Через лаваши истинное». Вот там, где написано «Станьте» у вас в Библии, это означает «Держите свое или отстаивайте такое нету слова, наверное, отстаивайте. Есть? Отстаивайте свое стоя тем, что вы одели ремень или ремень истины. Это как ремень, который одевается. «Держите свое не теряйте достигнутое, отстаньте свое», то есть «Встаньте». Имеется в виду «Не надо шаги назад, стой и не уступаю, никуда не уходжу». Вот это только настрой один «Я никуда». Это начало большой победы. «Встаньте!» «Встаньте!» Вот почему «Шаман» мне герой. Он отстоял поле чечевицы и сказал «Никуда!» «Я здесь встал!» «Давид!» «Давид!» «Да!» «Я видишь?» «Вижу!» «Убегай!» «Нет!» «Встану!» «А почему ты такой уверенный, Давид?» «Потому что я иду против него имени Господа Саваофа». Как это называется? Ему истина открыта. Истина это то, что дает нам не уступать. Потому что мы знаем, как битва закончится. Поэтому написано так. «Встаньте!» Библия говорит в Евангелии от Иоанна 8 глава 32 истинам 33 «Познайте истину и что истина сделает вас свободными. Заметите, что познание истины сделает нас свободными. Когда я познаю человек, который знает истину, Библия говорит «Народ мой истребляется за недостатка ведения». Знания нет. Но если человек приобрел знания, его истребить невозможно. Можно топить его, можно его грязью облить, можно даже бензином пытаться его сжигать. Он выйдет победителем в любом случае. Если не сегодня, то послезавтра. Если не с востока, то с запада. Никак нельзя такого человека потопить окончательно. Потому что истина в нем не даст этого. Самое первое, что Бог говорит, хочешь быть защищенным, хочешь побеждать в жизни, истина. А другого пути получить истины, как прийти к Слову Божьему, получить откровения нету. Надо истина. Не традиции, не привычные, не слушать одну и ту же проповедь 20 раз в году. Нет. Надо всю истину Божьего Слова нам должно открываться во всех аспектах. Тогда дьявол не сможет нас поймать ни в чем. истина. Скажите со мной истина. Номер два. Облегчись в броню праведности. Это означает правилно стоять перед Богом. И это стояние перед Богом правилно проявлено в практической жизни. Вот я хочу две секунды остановиться на слово практическое. Есть понятие мудрости. Кто любит мудрость? Есть два вида мудрости. Есть мудрость теоретическая, то есть как философ, который сидит и говорит такие вещи, что думает а мы такого не знали, а это тоже, а я такое никогда не слышал? Это тоже мудрость. И ты выходишь оттуда, очень важный. Есть вторая мудрость, я ее назову практическая мудрость. Скажите со мной практическая мудрость. Что Бог дал Соломону, когда он молился? Теоретическая мудрость или практическая? Практическая. Смотрите, что Соломон делает. Приходят две женщины. Мой ребенок мой, мой, не твой, мой, мой. Теоретическая мудрость, она есть в учебнике, а практически его учебники нет. Что тут случилось? царь, не знаем, что делать. Пусть расскажут. Вот я родила ребенка, мы съели ее ребенок, и мы теперь сказали, что он съест твой. Нет? Как там они говорили? Или умер? А, умер ребенок. Какая-то из них спала и придушила. я однажды в какой-то городе я рассказывал про женщину, которая придушила своего ребенка, и одна женщина начала плакать. Я говорю, чего вы плачете? Вы придушили? Говорит, нет. Говорит, буквально одна минута спасла моего ребенка. Говорит, если бы я не повернулась, умер бы ребенок. Вы знаете, сколько мамы, водители едут за рулем, они вспоминают момент, когда чуть-чуть не попал в аварии. Такие моменты много всегда для водителей. А для мамы чуть-чуть не придушила ребенка. Тоже такие бывают. Вот одна женщина придушила ребенка, по-моему. Не съели. Придушила. И когда придушила, они проснулись утром, и подложила мертвого и себе заложила. И пришли к царю. Что такое практическая мудрость? Царь на место включил свой духовный любой разум, не знаю, как назвать, чтобы решать вопрос. Хорошо, дайте мне меч. Наполовину рассекайте и дайте одной половину, второй половину. Соломон не собирался убить ребенка. Он откуда это мысли пришли, никто не знает. Оно есть решение. И мама, а та, которая не мама, говорит, да, пусть не ей, не мне. Вот, знаете, справедливость. А мама говорит, нет, нет, господин, не дайте ребенка, отдайте ей. Лишь бы ребенок остался живым. И Соломон понял, кто мама. Этот учебник можно найти или нет. Слушайте внимательно. В жизни успех приходит не от теоретической мудрости. Никогда. Успех от практической мудрости. Я был во многих странах мира, Украина не считается, где политики, чиновники имеют по 6 высших образований, а практическая мудрость создать нормальные дороги или нормальный магазин ноль. Успех от практической мудрости. И когда Библия говорит, кому не достоин мудрость, допросить у Бога, когда Бог дает, он нам не дает все философии мира, чтобы мы цитировали там. Очень неплохо цитировать Толстого, там еще Достоевского, там Аристотела. Правил на все. Но не это Бог дает, когда мы просим Божью мудрость. Он не дает нам Аристотела вообще или вообще мудрость жизненная. Уметь сориентироваться. И вы знаете, что я обнаружил? Либо это есть, либо этого нет. Я обнаружил, что когда вокруг меня есть люди, имеющие практическую мудрость, много вопросов решается. Когда вокруг меня есть люди, имеющие мудрость образования высшего, но нет практического, много вопросов буксуют. Это либо она есть, либо ее нет. Но благая вещь вот в чем? Практическая мудрость можно развивать. Скажите, можно развивать. Еще раз, можно развивать. Еще раз, скажите, практическую мудрость можно развивать. Скажи, притом очень сильно. Правда, Марьяна? Да. Марьяна согласилась. Два пастора согласились, пастор Геннер и Марьяна. Практическая мудрость. Поэтому облекитесь броню праведности. Первое признак праведности это моя вера. Иисус делался для меня праведностью от Бога. Я праведный. Я правильно стою пред Богом. И оно имеет составляющие проявления этой праведности в жизни. Смотрите, от того, что я проявляю праведность в жизни, не сделает меня праведным. Но от того, что я праведный, проявляю в жизни практическую праведность. Скажи да амин. Третий. Не успеем все, конечно, но до обуви хотя бы дошли. Нет, другие они не не и написано дальше. Нужна обувь в ноги, готовность благовествовать мир. Тут надо немножко по кускам. Потому что мы иногда читаем эти вещи и вообще не думаем, что мы так. Готовность. Но я всегда думал, что такое готовность? Готовность оказывается готовность это быть готовым встречаться с врагом в любой момент. Готовность в любой момент войти в бой. При этом же написано обувайте ноги в готовность. То есть ноги стоят для того, чтобы стоять крепко, стабильно, нужно иметь готовность сражаться с врагом, который это готовность создается благовестием и готов благовествовать. Имеется ввиду благовестие, благое весть самое мощное, чем я могу сразиться и я в любой момент готов встретиться с врагом и бросать ему в лицо Евангелие. И оно способно остановить любое дело. Некоторые люди здесь они как один человек сказал мне нужно молиться Богу, нужно готовиться, нужно они два часа готовятся к молитве пятиминутной. Будь человеком готовым всегда. Там бес проявляется, да, я исчезну, почему? Потому что я не готов сгонять бесов. Так не должно быть. Будь всегда готов. Понимая, что Евангелие, которое попало мне в сердце, дало мне готовность. В любой момент я готов встретиться с дьяволом в любой долине, на любое место и сразиться и победить. Скажите амин. Очень быстро пройдем, чтобы мы закончили. Четвертое. Написано, подче всего возьмите щит вери, которым вы сможете, чтобы угасить все расколонии стрелы люкавого. Ну, что такое падче всего? Вот синодавний перевод написал нам так, падче всего как будто больше всего или важнее всего, да, что ты взял все, а самое важное восьмидесяч двери. Одно из главных значений, оно спрятано. Когда говорится падче всего, имеется в виду выше всего. А выше всего в этом случае оно имеет вот такое позицию сверху, то есть покрывая всего поставщик вери. Зачем? Чтобы все расколонии стрелы люкавого нейтрализовались на щите вери, чтобы они не ударили ничего другого. Это не говорится, что расколонии не придут, они дойдут и ударят между прочим. Но говорится подними выше всего этот щит и поставь как зонтик. И все эти стрели бьют, 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 бьют и нейтрализуются и уничтожаются и заканчиваются их все раскаленности там и оно не бьет ничего другого. Как будто мы поставили выше всего зонтик. его называется щит. Когда этот щит вера есть, оно способно останавливать и нейтрализовать все расколонии стрели лукавого. Вся есть победа, победившая мир, что вера ваша, вера, которую мы имеем, которая от Бога не побеждаемая ничем и никем. Знаете, почему? Библия говорит, имейте веру Божию. Это даже и не моя она, она Божия. Готовность это мой настрой. Что-то еще, но когда вера Божия во мне, я ее поставил, не важно, что дьявол бросил. Это вера Божественная, качество Божественное, умение Божественное. Она способна нейтрализовать любые раскаленные стрели лукавого. Я даже не буду слышать все звуки. Оно просто там себе нейтрализуется. Скажите со мной, я Божье дитё, меня любит Бог, Бог меня защищает. Скажи, закон Духа жизни двигается во мне. Скажи, закон греха и смерти уничтожен во мне. Скажи, я соединен к Богу и жизнь Божья течет во мне. Скажи, я новая тварь и древнее прошло и всё новое. Вот смотрите, вот когда я живу с такой верой, я спасён, я Божье дитё, если многие стрели, которые к тебе не долетят. Вот это сохранит постоянно в живом состоянии. многие стрели к тебе просто не доходят. Они просто нейтрализуются, и колдун-сосед нейтрализуется, и его сосед нейтрализуется, и его начальник нейтрализуется, и его гуру нейтрализуется, и те, которые в Индии нейтрализуются, и те, которые неизвестно где тоже нейтрализуется одной вещи. Вера твоя побеждает мир. Скажите амин. Мысли пришли, сон пришел. Вы знаете, один из самых плохих методов, как дьявол приходит к людям со своих в заблуждение, или напугая их, или загонять их в какой-то болезни, это сон. Я видел людей, которые заболели раком, начиная из простого сна. Ему снился сон, что заболел раком, и проснулся с таким страхом. Неделя ходит под этим давлением, через две недели диагноз есть. Потом говорит, Бог меня предупредил. Нет, это сон был от дьявола. И две недели этим сном он тебя крутил, пока ты не открыл дорогу. Сон не Библия. И нужно, не надо принимать все сни, как будто Бог. Многие люди стали в буквальном смысле использованы демонами из-за того, что они живут с нами. Да, если не от Бога, но если не от дьявола, и те, и те четкие, и весьма впечатлительные. И поэтому не позволяй дьяволу поймать тебя через сон. Если я сплю, и мне снился сон, знаешь, сколько раз я проснулся, и меня носили в гроб? Много раз. Я не хочу, меня несут, борются, я сейчас проснулся, не хочу. Я раз проснулся. Даже один раз, я помню, проснулся, я делал, выкинул на два метра, потому что я думал, что я грубо открываю. Ничего, проснулся, такой сон, ладно, пойду спать. Спасибо, Господь. Не мучаюсь я. Он не кодерил, пастор, молитесь, я умираю, точно послезавтра. Кто сказал? Кто сказал? Щит веры должно быть, потому что это один из раскалоний. Что такое раскалоний? Это горячий аж до красноты. Дьяволские стрели. Это не просто там такое, ты в Бога веришь, это не раскалоний. Это такое, когда он уже тебя может мучить словом, ты в Бога веришь, значит, вообще ты не знаешь что. тебе нужно воскресенье уже. А нормальный верующий, он бросает раскаленные вещи, которые имеются в виду мысли, идеи, которые способны тебя колебать. и как бы не стало, чтобы он не принес, щит вери, я спасен, ранами Иисуса я исселен, я Божье дитё, меня Бог любит, я храм Духа Святого, Дух Святой живет во мне. Халлилуйя, я единственный образец на этой земле. Даже у свидетелей Егова они пытались генри свой создать, и то провалился. А я генри настоящий. То есть, продолжай верить. Скажи, да я верю. Ещё раз скажи, я верю. Скажи, Иисус Христос, Сын Божий, умер из-за моей грехи, воскрес из мёртвых, искупил меня, избавил меня, отсилит тьмы, и вёл меня в своё царство. Я сограждан, со всеми святыми, в царстве Божьем. Вот живи, веруя этому. Скажи, да, аминь. О, пастор Генри, мне кажется, я не способен. Почему? Потому что пророк сказал. Ибо, Библия говорит, ибо сей Дух свидетельствует нашему Духу. Не говорится, ибо пророк свидетельствует вашему Духу, что вы Божие дети. А если пророк выходной? И ты к нему пришёл, он был выходной. И ему надо было начинать вареники есть, а ты пришёл, дайте мне слово. И он дал тебе по-быстрому, чтобы вареник съесть. Мы живём согласно внутреннего свидетельства Духа Святого. Пророк молодец, но он призван подтверждать. пророки Ветхого Завета. В Новом Завете вы не найдёте ни одного пророка подобного Ветхого Завета. Нигде. Агава, пророк, но нигде не поступил, как... Он берёт там поезд, да, у Павла, говорит, вот так будет связано. Это была новость для Павла, разве? Павла об этом знал. Это подтверждал то, что... Заметите, что не живём мы в Ветхом Завете. Когда Библия говорит, Бог сделал нас служителями Нового Завета. И пророки это служители Нового Завета. И апостоли, и учителя, и пастыря, и евангелисти. Это все служители Нового Завета. Но Ветхом Завете оно круто, оно контролирует людей. И поэтому оно тянет многие люди. Им нравится контролировать, все под моими властями. В Новом Завете нету такого тотального контроля от какого-то помазанника. Такого в Новом Завете нету. Поэтому заметите, что нужно щить веры. Скажи аминь. Скажи щить. И написано слем спасения. Храни состояние спасенного и вера в этом. Меч духовный, который Слово Божие. Там, где написано меч духовный, можно было переводить и меч, который Дух Святой мащет. Вы знаете как? Многие говорят меч духовный. Что это имеется в виду? Меч Духа. Значит, Дух Святой, когда мащет меч, он мащет что? Слово Божие. И меч, который мащет Дух Святой. Заметьте, что есть много меча. Мечей. Что вы не знаете киргизский язык, киргизский язык. Есть много мечей. Но не все Дух Святой мащет. Он только мащет один. Он только один. Все остальные его не интересует. Я злой на этого человека. Такой меч Дух Святой никогда не мащет. Он его не использует для войны. Господи, мне силами нужно отомстить. Он тоже такой меч не мащет. Я хочу получить успех, чтобы доказать ей или ему или им, что я тоже. Он такой меч не мащет. бесполезный разговор. Пустой. Бог не поможет. О, я хочу. Что еще мы хотим? Подскажите. Машину для чего? Нет. Бывает, машина ради хорошего. Если хочешь, чтобы Дух Святой с тобой сражался, нужно дать ему правильный меч в твоей жизни. на основании Слова Божьего. Слово Божие. Обитывание Божие. А вот этим он точно использует, машет. А все остальное, оно чужое в его руки не попадает. Он не берет. Я возьму сорокодневный пост, потому что я обижен. Он тоже такой не мащет. С тобой не идет в битве и идет. Вернись к Слову Божьему. Скажи да, аминь. И последнее написано. Всякой молитвой молитесь на всех случаях, во всех сезонах, в духе и просить. Должно быть хранить, там написано, давайте, я попрочту, здесь написано, шестая глава. Всякой молитвой и прощением молитесь во всякое время. всякой молитвой, во всякое время, означает во всех случаях, во всех сезонах. Заметьте, что в жизни есть разные сезоны. Скажите со мной сезоны. Сезон это время выделено для определенных вещей, вещей для тебя. я видел один человек, он дедушка, у него три внука. Он очень любит внуков, но когда они плачут, вы знаете, что он делает? Он зовет сына или его жену. Подойдите, заберите вашего ребенка. И сын говорит, пастор, не знаю, мой папа не любит моих детей. Он не любит с ними играться. Нет, играется. Как только начинает плакать, он сразу зовет меня или мою жену. Заберите ваш ребенок, успокаивает. Я сказал, не обвиняйте его. Сезон, когда он должен по ночам не спать, из-за детей прошел. Сейчас твоя очередь. И не надо пытаться вернуть сезон, который прошел. Ему сколько? 70. это время отпусков. Пусть отдыхает. А по ночам твоя очередь. Это твой сезон. Вы знаете, многие родители, их дети не учатся в 10-м классе. Это родители учатся. Они все экзамены делают, все домашние задания делают, все математика, алгебра, геометрия. Это родители сделали. Не ваш сезон. Пусть само учится. Подскажите ему, он пусть учится. Меня часто, я сегодня ехал в школу, меня спрашивают математику, папа, вот высота цилиндра такой, диаметр такой, нужно найти объем, нужно найти x, нужно найти высота, используя x. А я за рулем, я в пробке. И я начинаю соображать цилиндра вот так, 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 значит, напиши вот так. Я не смотрю, да, я просто, и вот теперь так. А что это значит? это наверное, я подсказываю, но пусть это ее сезон учиться, не мой. Но я иногда делаю ради того, что мои мозги не атрофировались. Когда ваших детей нет, берите книги тайно и прочитайте и решайте задачу. Это полезно вам? Но есть сезон ко всему. Скажите сезонность. Когда церковь победа началась в 1992 году, в конце года, это был один сезон. Сейчас сезон другой совсем. Если бы я учил, как сейчас, в те годы, люди бы не поняли ничего. Есть сезон ко всему. как важно уловить сезон, где находится. Что такое беда? Это когда человек, но это мое определение беды, когда человек хочет жить всю жизнь в одном и том же сезоне. Это он или она сезон? Живут в одном сезоне. Приходит новый сезон, нет, бегом назад, в начале. Опять. Но, Господи, если зима будет круглогодний, мы вообще, у нас будет такая депрессия, что ужасно. Нужно дать ход всем сезонам. Когда было лето, я думал, ужас, не хочу я никакой осени. А когда потом смотришь на эти листики золотые, красивые, ой-ой-ой, слава Богу за осень. Сезон нужно дать всем сезонам место. Не бегите в сезоне старый все время. Я люблю Украину, но я не хотел бы, чтобы все время вернулись в Украину, которая была в 1600 в 16-ом в 16-ом году, я недавно читал историю, когда сформировалась Украина, в какие годы. Не надо туда все время жить. Давайте создадим современную Украину, правда же? Про Украину не надо ничего. Церковь победа. Нужно войти в новые сезоны. Скажи сезоны. Некоторые люди, они живут в том, какая апокалипсия 20 лет назад, оно уже никому не нужно сейчас, оно не подходит, времена другие. Сезонность. Ну, ладно, во всех сезонах. Дальше написано здесь, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством, то есть нам написано, у вас пусть будет сохранено постоянное цель быть настойчивым. Должна у меня цель быть. Я буду настойчивым, я не сдамся. Я решил внутри, я не сдамся, я буду настойчивым, и я не буду сдаваться, и буду молиться, ходатайство за святых. Не я уже нуждаюсь в помощь, я настолько защищен, что я теперь замерчим ходатайство за святых. Такой человек, как написано здесь в официальном 6 главе, он настолько свободен, что не за него надо молиться, ему надо молиться за всех святых. Он настолько свободен, что дьявол уже сдался, его больше не трогает, но он пытается всегда трогать, но каждый раз проваливается его попытка. И этот человек занял, знаете, чем? Он уже ходатайствует за святых. Помогает им. Тот не спал две ночи, почему сосед колдун. Он приходит и говорит, слушай, не бойся, колдун, бес, который в нем сейчас в трепете ужасе от тебя. И поэтому заметите, что первый уровень духовной войны в это обе это за меня. Скажи даме. Для того, чтобы пастор Генри сражался за вас успешно, я должен сначала за себя. Я должен сначала мозги Генри в порядок, нужно переделать все эти разные мышления, которые не Божьи, нужно все нужно. И заметите, одна из главных почв войны, это наш разум. Это одно из самых больших полей битвы. Потому если вы заметили в коринфянам, когда утверждались, как мы воюем, замысли, твердения, непослушания, все они здесь. И вот если ты поднимешь свои руки и так сделаешь, вот там находится вся твоя жизнь. Что ты делаешь с этим шариком? Определить, кем ты будешь. Вы понимаете? Вот этот шарик определяет твою жизнь. все дети Продолжение следует...